Орешек Париж, столица Франции. Сегодня наш репортаж мы начнём отсюда. Ой! Бонжомси! Привет! Ты кто такой? Я Петя. А, ты из журнала хочу всё знать! Угу. А ты кто? Я Артур. Меня по Франции все мальчишки знают. Ну, я в фонток. А, тогда спускайся. Скажи, что в Париже самое интересное? Что? Ну, конечно, Нотр-Дам. Во-первых, это центр Франции. Отсюда отсчитывают километры всех дорог, идущих из Парижа. А потом, собор, самое знаменитое здание. Его начали строить ещё в 12 веке. Ты посмотри на его стены. Целая галерея фигур. И всё герои старинных историй и легенд. А ты видел где-нибудь такие витражи, а? А, не видел. Один цветастей другого. Собор такой огромный, что может вместить сразу 10 тысяч человек. Целый город. Небольшой, конечно. И эта громадина снаружи кажется совсем лёгкой и стройной, как воздушный замок. С какой стороны не посмотри, отовсюду он красив. Да, чуть было не забыл. Химеры. Каменные чудовища. Сторожа Нотр-Дама. Собор мне здорово понравился. Что бы тебе ещё показать в Париже? А не пойти ли нам в кино? Пошли. В этом доме был показан самый первый в мире фильм. Видишь эту игрушку? На каждой картинке нарисовано отдельное движение лошади. Но стоит покрутить ручку, как картинка сразу оживёт. Это, конечно, не кино, но в этом его секрет. Многие изобретатели пытались фотографировать и показывать подряд отдельные движения. Но только инженерам-братьям Люмьер удалось сделать настоящий киноаппарат. В фотоаппарате пластинку они заменили движущейся плёнкой. Сняли! Ничего не получилось, всё смазано. Значит, плёнка во время съёмки должна останавливаться. Механизм для движения с остановками подсказала швейная машина. Игла движется вверх-вниз, вверх-вниз. А в аппарате крючки идут вниз, протягивают плёнку. Вверх плёнка стоит. При остановках можно снимать. Для своего аппарата братья Люмьер придумали ещё одно приспособление, похожее на вентилятор, и поместили его между плёнкой и объективом. Видишь, теперь как только плёнка останавливается, открывается окошечко и снимается очередной кадрик. Плёнка продвигается, окошечко закрыто. И так кадр за кадром. Цель была достигнута. На плёнке фиксируются отдельные фазы движения. Так из фотоаппарата, вентилятора и швейной машины родился киноаппарат. Этим киноаппаратом в 1895 году был снят и показан первый в мире фильм. Назывался он «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сио-Та». Ну и техника. Теперь, когда все летают на ракетах... Ой, а я никогда не видел настоящей ракеты. Неужели? Ты живёшь в Париже и не был на международной выставке авиации и космонавтики? Нет. Пойдём в наш павильон. Ракета уже на стартовой позиции. Подводится фермообслуживание. Здесь всё как на космодроме. Вот поднимаются в лифте бригады для подготовки ракеты. Подаются составы заправщики горючего и окислителя. А, лифт опускается. Да, можно начинать заправку. Сейчас ракета будет готова к старту. Нужно только развести фермы. Всё как на Байконуре. Старт! Видишь, даже огонь есть. Всё же, ракета не настоящая. Хорошо. Вот тебе и настоящая. На такой ракете стартуют космонавты. Ой, а мы куда летим? Как куда? В Тулу? О, зачем? За пряниками. Вкусные расписные пряники в Туле пекут с давних времён. Их делают разными. Маленькими и огромными. Весом в 16 килограмм. Нам, конечно, такой большой не нужен. А вот это, пожалуй, подойдёт. Это же доска, а не пряник. Вот с неё-то пряник и начинается. Василий Борисович Соколов – удивительный резчик по дереву. Без таких мастеров не было бы знаменитых тульских пряников. Он делает для них форму. Резать форму для пряников трудно. И узор, и буквы надо вырезать как бы наоборот. Красота прянику обеспечена. Ну, а теперь... Нет, об этом я попробую сказать стихами. Теперь умелою рукой смешают яйца, мёд с отличной белой мукой, и пряник в печь пойдёт. Между прочим, температура в печи 300 градусов. И пряник через 4 минуты будет готов. Душистый пряник – плод трудов. Умение и искусство прекрасных тульских мастеров. И потому так вкусно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...